Поляпшение физичных даденных, поменьшение захворываний, а еще добрый настрой, как выник бауленье часу в детячем садку. Шматогодовая практика показывает, что интересные методы педагогов и разностайные обсталявания, которые дополняют свежее поветро и солнечное тепло, у оздоровления хлопчика и девчонок дают свой плен. Подробнее про подходы для захования и умоцования физичных здоровья дошколят, которыми корыстаются в одном из гродинских садков, увидели сюжеты. Вскоки, проходжение туннеля и переодолевание пирожкот. Своего даунях и знакомых и незнайку, які часто заглядая у гостей, выхованцы 109-го гродинского садка вучить правильно займаться физкультурой. Так, звычайные занятки перутвораются у текавую гульню, где дети намагаются справиться с заданиями педагога, як мага лепш. Ну давайте, я посмотрю, а вы мне покажете. По коль у одной группы занятки на свежем поветре, у иншей – водные процедуры. Раз на тыдень у распорадку сярод оздоровленших процедур – бассейн. Здравствуйте, молодец! Солнышко! Дет, играем в порядке! Их это далеко не усе, что робит час проведенный у садку не только текавым, а и корыстным. Физическое воспитание наших воспитанников осуществляется в соответствии с типовым учебным планом дошкольного образования, учебной программой дошкольного образования и реализуется посредством обеспечения двигательной активности в мероприятиях распорядка дня, таких как утренняя гимнастика, физкультурные минутки и подвижные игры на свежем воздухе, двигательная активность в перерывах между занятиями. Поколь в Росневской надворье спрыяя тому, что у распорадку дня дошколят есть как поветранные ванны, так и солнечные. И этой макшимостью хлопчики и девчонки розных взрослых корыстаются с задовольнением. Так как наши дети длительное время пребывают на свежем воздухе, мы обеспечиваем их разным оборудованием игровым, которое позволяет нам организовать различные виды деятельности, в которых наши детки развиваются. И также, конечно же, самое главное – оздоравливаются. До слова «Гэты садок» зараз наведывают 360 маленьких жахарообластного центра. Цекаво, что с 2016-го тут организованы две группы короткочасового знаходжения, а с этого года працуют еще две группы для деток с порушениями мауленья. Як означают педагоги, головная задача – захавать и умоцовать физичное здоровье своих выхованцов. Продолжение следует...